Здравствуйте, уважаемые телезрители! Прежде всего, представлю вам наших гостей. Рядышком со мной Светлана Стрельцова. В центре нашего стола Светлана Рожко и Максим Кириллов. Это волонтеры, общественные деятели. Люди, которые, в общем-то, свое время посвящают и все свои силы для помощи людям с ограниченными возможностями. Спасибо вам вообще за ваши труды, за ваши неспокойные сердца. И я думаю, что вот, ну, как говорится, водокамень точно, да? В любом случае останавливаться, опускать руки нельзя, потому что я знаю, проблема огромная, достаточное количество проблем, которых надо решать. И, как правило, общество, чиновники отворачиваются от этих проблем. Я так понимаю. И приходится вот ломать вот эти вот стереотипы. Потому что 70 лет нашей советской власти, извините, вот делали вид, что у нас просто вот этой категории людей просто не существует. Они были предоставлены сами себе. Но сегодня общество уже начинает как-то прозревать и уже больше обращать внимание. Это правда и среди чиновников, кстати, тоже. Если вся система так с трудом в этом направлении работает, то на каких-то единицах людей, которые смогли это увидеть, заметить и проникнуться, происходят какие-то небольшие перемены. И это нужно тоже, правда, замечать и говорить об этом. Вот, ну, мы назвали тему сегодняшнюю нулевая толерантность. Да, к сожалению, ну, как ни горько и ни больно это произносить слух, но, в принципе... Ну, медицинский термин нулевая толерантность – это смерть просто. И, ну, к сожалению, по отношению к людям с инвалидностью, оно близко к нулевой толерантности. Сейчас происходят какие-то, конечно, изменения, но хотелось бы менять, менять вообще отношение людей к этой проблематике. Если взять не медицинский термин, а психологический, его придумали белорусы. Нулевая толерантность – они это как феномен изучали. Под этим подразумевается, что, ну, раз по закону нужно, то ты, конечно, будь, но эмоционально ко мне никак не приближайся. То есть про формальную такую доступность, про формальное присутствие людей с инвалидностью в нашем обществе. Вот, то есть, в принципе, то, с чем мы сейчас и сталкиваемся. Очень много примеров, люди жалуются, например, в этом году много жалоб поступало точно, и очень много было публикаций на эту тему. Например, на пляже Лузановки, это один из относительно доступных пляжей, люди с инвалидностью сталкивались с тем, что их прямо вот так и оскорбляли, что колечки захотели себе отдельных пляжей. То есть это показатель и срез отношения общества вообще к таким людям. Взять тот же транспорт, например, да, обеспечил город транспорт для того, чтобы люди могли посещать эти пляжи, но при этом полностью, как его обеспечили, повынимали сиденья, и людей просто закатывают в большом количестве туда до 30 человек. И это в невыносимых условиях на самом деле нет. Ну, еще относительно этой ситуации, был бы весь транспорт доступный, то тогда не надо, ну, можно было бы специализировано вывозить, да, два раза в неделю, но если я не хочу именно в это время, именно на этот пляж ехать, то есть, а был бы транспорт доступен весь, то я в любое время сел в нужный автобус, или трамвай, или троллейбус и доехал до того пляжа, куда я хочу попасть. А не только на определенных пляжах, только в определенное время, только на определенном... Ну, то есть, колонну по одному равняй смертно, короче. Да, да, к сожалению. Но надо отметить, что у нас в городе появились новые троллейбусы с пониженными площадками центральной и задней. И трамваи, кстати. И трамваи, кстати, но там же нет этих пандусов, вот, откидных, да? Нет, я могу сказать, что они есть, но, к сожалению, не всегда кондуктора или, ну, водители троллейбусов помогают эти, и эти откидывают эти пантусы. С этим тоже сталкиваемся. И я в этом контексте могу сказать, что у нас есть понимание и сотрудничество с Горэлектротрансом. И, ну, мы выезжали тоже группой, общались мы в трамвайном депо, и сейчас тоже, ну, планируем в дальнейшем и в троллейбусном, чтобы людям просто на собственном примером показать, когда они знакомятся с людьми, тогда легче идёт изменение. То есть, а так люди отстранённо очень относятся, что не подходи, а то вдруг ты заразный, и я до тебя дотронусь, и потом тоже сяду в коляску или ослепну, или, ну... Хотя на самом деле это не такая большая проблема. Я вот видел немецкие, по-моему, и не помню, итальянские документальную публицистику, короче, вот показывали как раз вот именно о проблеме колясочников. И там элементарно подъезжает автобус, тут же откидывают этот пантус, человек заезжает, закидывают и поехали. То есть, на самом-то деле, тут несложный этот вопрос решить, я думаю... Но я вам могу сказать, я был в Финляндии, и всё, подъехал автобус, он ещё и опустился, высокая посадочная площадка остановочная. Ты без проблем, даже не надо пантус откидывать. Ты заехал в автобус и поехал, куда тебе надо. Весь в Хельсинки, весь транспорт муниципальный, он весь доступен. Ну, потому что люди с инвалидностью, они в социуме, и не одно десятилетие. А мы к этой культуре пока только-только делаем первые маленькие шишки. Но вот надо заметить, на себе пробу, на велосипеде гоняю, на работу с работы бывает. Я обратил внимание, вот те улицы, съезды с тротуара, где идёт проезжая часть, были просто бордюры, надо было спрыгивать. Вот сейчас в очень многих местах появились такие самодельные, где-то асфальтом прибили или цементом. Но во всяком случае, съездики эти есть. Это и для мамочек с колясками удобно, колясочникам. Но есть места, которые даже вот тут рядышком у нас на Маршала Говорова, там есть один участок, где бордюр просто непреодолимый. И я как-то вот шёл, наткнулся, ну, муж-колясочник, жена, значит, она ходящая. Всё нормально. Но она худенькая, она слабенькая. А его спустить ещё с этой ступеньки, ну, мы с ней вдвоём как-то, в общем, преодолели это дело. Но очень тяжело. Хотя вроде бы казалось бы, да, что там того бордюра. 15 сантиметров. При нормах 4 это очень высоко. Это, по сути дела, на силе своих рук человек в сопровождении должен удерживать коляску вместе с человеком, который к нему ещё и спиной полностью ему доверяет. То есть, ну, там для двоих, в общем-то, это ещё и физически тяжело, ещё и психологически, мне кажется, сложно. Ну и по городу нет ещё везде таких сквозных маршрутов, где можно было бы проехать, да, на коляске? Да, но тем не менее они появляются. Есть достаточно, с таким, по всем правилам сделан и очень интересный момент, что стали появляться хорошо установленные, или правильно сказать, уложенные, да, тактильная плитка для незрячих. В общем-то, тенденция замечать, что у нас, оказывается, есть незрячие или слабовидящие люди, она вот совсем недавно появилась. Но эта ситуация не только в Одессе, это по всей Украине так. Почему-то эта нозология вообще выпадала из поля зрения. И действительно, да, Светочка, подключайтесь, и то вы молчите, мы тут разговариваем. Наверное, потому что привыкли считать, что незрячие больше дома сидят, или если и не сидят дома, то обычно живут непосредственно возле предприятия, где работают, ну и, соответственно, ходят только по определённым маршрутам. Я часто слышу о том, что у среднестатистического незрячего до 10 своих постоянных маршрутов. Ну, это получается 10 маршрутов, это что, работа, магазин, вокзал, поликлиника, наверное, и всё. И именно поэтому, наверное, и нет такой популярности. Но в последнее время ситуация меняется. У нас в Одессе во многих местах выложена тактильная плитка, и слава богу, что во многих местах она правильно выложена. Потому что бывали такие случаи, что на одном перекрёстке просто взяли и выложили всю плитку, которая полагалась на весь перекрёсток, чтобы возле пешеходных переходов выложить. А выложили просто целый угол этой плитки, как поле такое, и непонятно было, куда переходить, потому что перекрёсток нестандартный, нестандартный, не просто... Это район стадиона «Спартак», где итальянский бульвар реконатный пересекается. Главное, что там общежитие было для незрячих людей рядом. И просто целый угол выложили тоже. Я когда видел, удивлялся очень сильно, кому пришло... Для человека, который постоянно сам ходит, плитка помогает, но ещё больше. Она помогает тому человеку, который ещё не научился, ещё мало ходит и так далее. Но даже для самого активного ходока плитка становится в нагоде, если так сказать, когда не работает озвученный светофор, когда нету светофора в принципе, но предполагается пешеходный переход. И получается, что благодаря плиточке уложенной человек знает о том, что здесь есть пешеходный переход, что здесь можно перейти. Как, например, на Фонтанской дороге, на Третьей станции. Там нет светофора, но там есть пешеходный переход. И если бы там не выложили плиточку, то человек бы и не знал о том, что там можно перейти дорогу, можно дождаться, когда не будет машины, перейти. А вообще люди помогают переходить дорогу? Да, конечно, помогают. У нас все люди хорошие и добрые. Скажи спасибо, когда не помогают, без спроса. Не, ну я могу сказать тоже, в свою очередь, по отношению ко мне, но в 99 случаях, то есть люди, по-моему, я активно, да, уже там больше 10 лет веду образ жизни и передвигаюсь по городу самостоятельно. И, ну, зачастую мне вот о тех же бордюрах мы говорили, нужна помощь. И люди откликаются, и в тот же транспорт помочь. В абсолютном большинстве у нас хорошие люди, одесситы добрые, отзывчивые. Я хочу заметить, что для меня особо важно, как для человека, который каждый день на улице сам с тростью, на работу, с работы, по делам и так далее, что в последнее время такая тенденция приятная появилась, что люди, все меньше и меньше людей пытаются насиловать своей помощью. Что когда человек хочет помочь, он все-таки спрашивает, нужна ли вам помощь? А вам помочь? А не так, что, как иногда бывает, когда просто-напросто хватает за локоть и тащит куда-то. Он себе решил, что тебе нужно туда и все. Я говорю, куда вы меня тащите? Ну, в магазин ты ждешь? Я говорю, нет, я иду дальше. А, ну, извини. Вот так вот. Даже был такой юмористический видеоролик, когда бабушка стояла там у обочины, там что-то видели, да, рассматривала что-то, подскатил молодой человек, насильно схватил, перевел на другую сторону, ей не надо было туда просто идти, увы. Ну, такое бывает, да. Тенденция к улучшению, она не только на уровне отношения людей заметна, да, вот не на 100%, как хотелось бы, но она есть. Смотрите, и законодательство меняется, то есть даже внесены изменения в терминологию, там, по-моему, порядка, не буду говорить, я точно не скажу, но практически все законодательство, где использовалось, например, слово «инвалид», сейчас заменено на термин «человек с инвалидностью» и так далее. То есть это как раз те европейские нормы, к которым мы стремимся, потому что как мы говорим, так мы и мыслим. В общем-то, это очень важный момент. Вот, и мы вот, допустим... Ну, что тоже, извините, сколько раз мы повторяли, все-таки на Западе говорят люди с повышенными потребностями, а мы говорим люди с ограниченными возможностями. Тут уже психологическая такая штука. Не, ну, мне очень нравится, да, что произошло, и на законодательном уровне, что поменяли этот термин «инвалид», да, с этим термином у многих людей, связана такая ассоциация «инвалид» значит «калека». То есть и это... Беспомощный. Да, беспомощный. То есть и по отношению ко мне, когда я слышу, что мне это говорят, мне не очень нравится, то есть это некорректно говорить. А сейчас, говорят, человек с инвалидностью, то есть делается акцент, что мы тоже люди. Да, у нас есть определенные особенности, которые выражаются в виде инвалидности, но мы люди, то есть и вот на этом надо акцентировать внимание, что я человек. У нас есть, я вот к чести нашей телекомпании, вот не могу, так сказать, не похвастать, что ли, вот у нас есть, мы обнаружили, есть такая Аня Нигня, они вот с мужем делают свои... Они, во-первых, я их вычислил как блогеров, вот, нашел, причем мне буквально недели-три, как вот со мной, ну и пригласил их на эфир, они рассказали о своей жизни и так далее. А потом, через некоторое время, наше руководство решило ее пригласить, просто работает телекомпания, она приходит, делает свои передачи, и она показывает, как незрячие люди живут в быту и совершенно спокойно справляются, и, так сказать, то есть они не совсем уже такие заброшены. Сечка, я хотел у вас спросить, вот перед вами книга лежит, что это за книжка, расскажите, пожалуйста. А, это обычная книжка, в ней ничего такого, в ней нет никакой примечательности, кроме того, что мы хотели рассказать о том, как мы проводим занятия для детей-школьников, вот, и что, когда эти занятия проходят, мы им приносим различные предметы из быта незрячих людей, и, собственно, поэтому книжка лежит на стене. Как один из предметов, которые мы показываем детям. Например, что для того, чтобы понять, какого размера кобзарь по Брайлю, это вот как 9 вот таких вот книг. То есть, я думаю, каждый держал кобзарь в руках. Ну, Аня показывала, приносила учебник по биологии, вот такая вот стопка была. Это учебник маленький. Да, тоже интересный момент, мы показываем детям, это обычно и детей, и взрослых впечатляет. Задаешь вопрос, как вы думаете, существуют ли картины для незрячих людей? Обычно говорят, да нет, конечно. А на самом деле это мир на ощупь, и, конечно же, картины тоже есть. То есть, каждый цвет имеет свою фактуру. И тут можно просто, так сказать, пальчиками нарисовать, представить себе этот образ. Вот, честно говоря, я впервые вижу такое. Да, вот для обучения. А кубик Рубика какой интересный. А это Света лично, это ей друзья сделали Свет, расскажи. На самом деле это обычный кубик Рубик, просто мама моей подруги раскалила спицу и нанесла на него точки. То есть, например, белый цвет без точек в принципе, а на другие цвета, допустим, на зеленые три точки в одном порядке, на оранжевые в другом порядке и так далее. Это для того, чтобы я его научилась собирать. Но я, конечно, только до половины его собирала, а дальше схема нужна. Так там, кроме точек, надо тогда еще и стрелочки рисовать, куда надо крутить. А вот это карта Украины, да. Можно увидеть контуры и отмечены там города и столица. Это очень любопытно. Тоже так, может быть, вам не очень видно, но достаточно фактурно. Тут каждая область отдельно выделена границей фактурной. И подписаны областные центры. Шрифтом Брайля, да. На самом деле очень важно показывать это детям, потому что так дети понимают, что мир незрячих людей такой же, как и их. Может быть, не такой же, но намного шире, чем среднестатистический человек привык воспринимать. Но еще очень важно, что мы очень детей замечать, таких как мы, как я, как Максим. И в будущем как раз вот эта ситуация с нулевой толерантностью, когда люди не замечают друг друга, может стать намного меньше. И в будущем, может быть, съезды будут... Более плавные. Сколько процентов съезда будут правильно, а не так, как сейчас. Ну, то есть это очень большой такой залог в будущее, который мы сейчас не осознаем, насколько он масштабен. А время пройдет, и я знаю, там лет 20-30, и окажется, что это все было не зря. Мы не зря потратили свое время на то, чтобы детям показать, рассказать. И на самом деле дети очень открыты и очень легко нас воспринимают и принимают. Нам это показывает то, что после урока всегда есть дополнительные вопросы. Всегда уже звонок прозвенел, детям пора бежать на другой урок, они все равно подойдут, спросят что-то еще. И только необходимость бежать на следующий урок их заставляет идти дальше. И это так приятно. Ведь эти дети же, они же будущие врачи, они будущие инженеры, архитекторы. Это будущие социумы. Да, конечно. И если они вот с этого возраста, да, с молодых ногтей, они будут понимать, что есть люди разные, да, есть обычные там семьи, есть люди с определенными особенностями. Но это тоже люди, они такие же, у них есть определенные интересы, мечты, стремления, что, ну, они ничем не отличаются, по сути, от обычных людей. И просто надо иногда чуть-чуть больше внимания уделить этому, что на самом деле не надо особых каких-то знаний, особо каких-то навыков. То есть надо просто уметь слушать, тебе всегда, да, подскажут, как помочь человеку. То есть и эти люди в будущем, да, будут уделять внимание, и наше общество будет меняться. Это один из интересных моментов. Мы обычно спрашиваем у детей, сталкивались ли вы с людьми с инвалидностью на улице, поднимает какое-то количество людей. И, кстати, интересно, что за год в динамике все больше детей показывает, что они сталкиваются с такими людьми. Я так думаю, что это еще и большая заслуга СМИ и просветительских других каких-то мероприятий. Я не думаю, что этих людей стало больше. Возможно, стало больше, но не настолько, чтобы такая тенденция замечать появилась. То есть стали замечать, это точно. Момент второй интересный, что больше детей показывают из тех, кто заметили, что они хотели бы оказать помощь, но побаиваются, не понимают, как. И вот в результате занятия они замечают, что на самом деле особо пугаться нечего, ничего сложного нет. И, ну, в общем, мы рассказываем, и они сами многие понимают, как это должно происходить, приходят к своим каким-то правильным формулам, как это делать. Вот ребята говорили про, Цвета говорила, да, про дальнее будущее, а ближайшее будущее. Смотрите, в этом году у нас инклюзивное образование введено. За прошлый год мы столкнулись несколько раз, не будем называть школы, да, как раз в той ситуации, что дети готовы принимать, если у них есть инклюзивные классы таких деток, да. Даже был очень интересный опыт, где, я бы сказала, такой эксклюзивный опыт, где ребенок с аутизмом смог доучиться до старших классов, и насколько он не стыдом регулировал свое поведение, а страхом потерять отношения и расположение ребят, и насколько у них это гармонично получалось регулировать друг друга. Ну, просто уникальное было впечатление от этого. То есть, это правда очень важно, эти инклюзивные обучения, инклюзивные классы для социализации таких людей. Но, к сожалению, родители не всегда. Да, но вот мы столкнулись с тем, что если с детьми это благодатная почва, то даже в классе, где все вроде бы неплохо, сами родители почему-то считают, что дети с инвалидностью представляют какую-то опасность для их детей. И есть конкретные примеры, когда это приводило к конфликтам и к желанию удалять таких детей из классов. То есть, в принципе, очень бы хотелось, но пока непонятно, каким образом это в реальность воплотить, да, такие же занятия и среди учителей проводить, и среди родителей, потому что родителей это не заставишь, да. Тут эта программа прошла рецензирование в департаменте образования и науки, это одобрили, ну, это как бы легализованы эти занятия, да. А с родителями это практически невозможно сделать. То есть тут, получается, работа СМИ, вот, хороший выход из этого положения. Больше рассказывать о таких людях для того, чтобы не видели опасности. Ну да, повышать просто культуру, да, людей, потому что зачастую тоже я столкнулся с тем, я недавно женился, и... Я держал это на концовку передачи, хотя бы, ну, поздравляю. Да, спасибо большое, Бусечка, привет. Да, она сейчас смотрит. И тоже столкнулись с тем, что когда люди, у нее никаких, скажем так, особенностей нету, то есть она обычный человек, и когда люди узнавали, да, о том, что вот у нее есть любимый человек, да, с особенностью, с инвалидностью, то, ну, зачастую так вот, как минимум удивлялись, да, то есть... У нас масса парадоксальных таких вещей, вот взять, я не знаю, к месту, не к месту, Борис Давыдович Литвака, Литвака, да, с его центром. Ведь когда, к огромному сожалению, он так рано ушел, ведь практически весь город пришел провожать, и весь город знал, что он делает у себя в этих стенах, в доме Санкт-Петербурге. Мне лично повезло, я был лично знаком с ним, это, конечно, человек глыба. И тут вот, отдавая дань уважения этого человека тому делу, которое он посвятил в свою жизнь, тут же мы своего ребенка не пускаем в класс с детьми с инвалидностью. Хотя они на самом-то деле, от них агрессии ждать не приходится, наоборот, они требуют повышенного внимания и помощи какой-то, социализации. Еще у нас 30 секунд остается, я вот все-таки одну реплику еще очень хочу сказать. Помимо вот департамента образования, наверное, стоит еще обращаться в наши эксплуатационные службы, там, или строительные какие-то службы городского уровня, когда они принимают объекты различные. Вот, ну, взять, ну, каждый второй магазин, там пандусы такие, я, человек, извините, не могу сойти по этому пандусу, потому что боюсь грохнуться. А как на коляске преодолеть вот этот чуть ли не вертикальный вот этот пандус? Они формально сделали. Мы тоже хотим, чтобы ГАСК начал работать. Вот. А есть же нормы определенные. Конечно, их надо соблюдать, и есть органы, которые должны это контролировать. Ну, дай бог, что к этому мы придем. На самом деле, просто нужно научиться соблюдать закон Украины, потому что, как говорят многие эксперты, уважаемые в Украине, что законодательство Украины, оно на самом деле одно из самых лучших в мире. Другой вопрос, что мы не привыкли соблюдать эти правила. Ну, к сожалению, это так. Так. Наше время подошло к концу. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо вам вот за ваши труды, за ваши неспокойные сердца, за то, что вы все-таки, так сказать, работаете с этими проблемами. И получается, пусть не все, пусть не все, пусть не так быстро, но действительно сдвигается с мертвой точки. Еще раз напоминаю, у нас в гостях были рядышком со мной Светлана Стрельцова, Светлана Рожко и Максим Кириллов, свежеиспеченный молодой. Поздравляем еще раз. Спасибо. Давайте, кланяйтесь, супруги. Спасибо. Спасибо.